приветствую вас дорогие друзья с вами я анастасия час и сегодня понедельник 10 октября поздравляю вас с началом новой рабочей недели и это очередной обзор по основным валютным парам на экране у нас пара евро доллар какие ожидания у нас на сегодня по этой паре ну что ж показывать не что сегодня в во второй половине дня на неделях мы все-таки развернемся вверх пока что мы находимся вот ниже волшебного индикатора то есть мы пока еще и вот это дневные линии они нам показывают что с тренд сегодня будет восходящим именно дневной тренд восходящим пока мы идем вниз то есть наоборот пока тренд у нас нисходящий видите вот на открытии мы открылись прямо около прямо на даже практически на волшебном индикаторе и вот от него оттолкнулись и опять вернулись к него протестировали 5 пошли вниз и вот откатили и как бы закрепились ниже так что пока мы идем вниз все зависит вот от этого уровня дневная линия на где-то на уровне 117 36 эти мы ее как бы тестируем но находимся ниже желтеньких линий это недельные линии я предполагаю что мы можем даже сюда дойти еще вниз на 1 115 80 возможно даже чуток ниже прежде чем пойдем вверх прежде чем тренд станет восходящим потому что пока что мы находимся ниже пока ниже значит еще идем вниз на минутках тоже пока что эти мы оттолкнулись и идем вниз и даже здесь поэтому посмотрим еще вот вернемся откатим сюда вот к этому уровню но пока что движение вниз тренд нисходящий хотя показывает что тренд сегодня будет восходящим то есть сменится на восходящий это что касается пары евро доллар на очереди у нас следующая пара доллар франк какие ожидания у нас по паре доллар франк это на экране у меня дневной график показывать что с тренду на сегодня будет нисходящим хотя пока мы вот вверх идем а на неделях показывает что скоро мы где-то вот дня через два покажу что будем разворачиваться вниз значит вполне возможно что мы придем сюда возможно еще откат ну не знаю тренд на сегодня показывать нисходящий дневной но мы находимся выше линии месяца так что вполне возможно сегодня что мы дойдем до 0 975 70 если мы закрепимся ниже уровня месяца но вполне возможно что мы можем прийти сюда 0 972 40 где-то и даже еще ниже 0 971 20 вот где-то так но пока что мы находимся сейчас скажу находимся выше вот волшебного индикатора то есть мы пока идем сейчас посмотрим на минутку что тоже выше значит пока еще у нас тренд как бы слегка восходящий но вы видите мы находимся ниже закрепились пока что ниже дневной линии так что очень вполне вероятно что мы можем и отсюда уже пойти вниз и вот прийти к первая цель это 970 0 976 и дальше вниз следующая цель у нас вот смотрите 0 974 25 это при условии что мы пробьем линии месяца линии недели но можем еще вот сюда вверх пока вот видите находимся ниже линии дня но мы можем еще сюда вверх до уровня 0 979 0 979 97 0 980 тут где-то так мы можем еще откатить сюда прежде чем продолжить хотя и можем и прямо отсюда дальше продолжить движение вниз и повторюсь первая цель вот она волшебный индикатор и линия месяца 0 976 30 где-то 25 следующая цель уже ниже 0 972 95 вот такие ожидания у нас по паре доллар франк недельный тренд я забыла сказать недельный тренд пока еще показывает нам восходящий но вот идет уже на пересечении так что возможно скоро завтра после завтра уже недельный тренд сменится на нисходящий что вернусь и паре евро доллар хочу сказать что недельный тренд и а повторюсь что недельный тренд видите во второй половине дня мне показывать что мы будем разворачиваться наверх то есть тренд станет восходящим и пока что восходящий тренд по паре доллар франк ну чтож на очереди у нас следующая пара пара фунт доллар пара фунт доллара ну чтож по паре фунт доллар мне показывает опять таки вот смотрите недельные линии что касается недели что мы в конце дня мне показывать пересечения можем становиться то есть наверх тренд сменится пока что нисходящий был тренд сменится на восходящий так что вполне наверное можно сегодня будет посмотреть будет возможность поискать и и точку для входа в восходящий тренд будет . для входа до наверх ну а пока что мы идем вниз тихонечко и вполне можем прийти сюда вот тренд вот этой вот линии видите пересечения достаточно такой широкий диапазон можем прийти сюда протестировать еще раз 1 226 40 где-то вот сюда может быть даже чуть чуть ниже кинем скажем так хвостик пока что мы находимся ниже недельных линий ниже дневной линии и и вот ниже линии месяца ниже волшебного индикатора то есть пока еще тренд как бы нисходящий но будьте готовы что мы разворачиваемся наверх это относительно пары фунт доллар следующая пара у нас доллар иена ну что можно сказать сегодня по этой паре тренду нас пока что недельный восходящий еще видите мы находимся выше вот волшебного индикатора но тоже показывает что может не сегодня а вот на завтра уже тренд недельный сменится то есть на нисходящий а сейчас тоже дневной тренд мне показывать нисходящий но мы находимся выше и выше недельной линии выше волшебного индикатора если взять на минутка кто мы тоже пересечении закрепились выше пошли вверх сейчас мы скорее всего возможным откатим до 103 95 095 и пойдем дальше вверх вот отрабатывать от откатим до 103 526 где-то вот сюда может даже чуток выше пока что повторюсь пока что тренд восходящий хотя на днях показывать нисходящий возможно что мы придем сюда и отсюда уже будем двигаться дальше вниз потому что цель у нас на вот где-то 102 650 где-то вот так вот внизу ну а следующая цель видите внизу на где-то на сто один девятьсот восемьдесят пять ну и 101 700 вот где-то так находится здесь наши цели по паре доллар-иена повторюсь что тренд будет но видите пока у нас недельный восходящий мы находимся выше но возможно даже сегодня уже к концу дня можно будет посмотреть найти точку для продажи так это что касается у нас пары доллар-иена ну что ж и бонусом бонусом сегодня даю следующую пару австралийский доллар в паре с американским долларом по вашим многочисленным просьбам что какие ожидания у нас на сегодня по этой паре тренд пока что недельный нисходящий находимся вот мы ниже недельных линий ниже линии месяца ниже волшебного индикатора пока что тренд дневной мне показывает что восходящий что даже в пятницу он уже сменился на восходящий но пока что мы идем видите вниз цели внизу как бы особо никаких таких нету но мы можем еще раз сюда вот пройти протестировать 0 755 95 где-то а после этого развернуться и пойти дальше вверх хотя можно и может быть и отсюда ну может чуть чуть ниже мы откатим ее отсюда развернемся пойдем вверх еще раз протестируем вот недельные линии возможно линии месяца но пока что тренд у нас недельный нисходящий хотя я повторю что дневной тренд показывает что восходящим то есть вполне можем вернуться еще и протестировать 0 76177 вот прежде чем продолжить дальше движение вниз а движение вниз у нас какие у нас цели внизу ну цели внизу у нас только такие достаточно серьезная существенная цель это только вот на четырех часовых четырех часовом графике это где-то у нас получается 0 752 83 вот здесь волшебный индикатор то есть вполне возможно что мы идем еще раз тестировать вот цель на четырех часов как на днях цель находится вверху и пока но пока мы находимся ниже ниже мисс месячной линии ниже недельных линий пока еще тренд вниз вот такие друзья ожидания у нас по основным но что касается вниз да я сказала какие у нас цели вот если вниз становиться 70 752 83 80 и 71 и возможно даже чуток вот ниже там можем кинуть такой скажем с хвостик 0 750 вот вполне возможно вот такие ожидания на сегодня и на этой неделе по основным валютным парам я благодарю вас за внимание подписывайтесь на мой канал ставьте лайки и делитесь друзьями пишите комментарии задавайте вопросы я с удовольствием с радостью всем отвечу ну а пока я прощаюсь с вами до следующего обзора пока-пока